Привет, с вами Амир Исламов и это вторая часть видео по фишкам и горячим клавишам в программе Figma. Чтобы скрыть все панели Figma, нажмите Ctrl и Slash. В этом режиме удобнее оценить макет без лишних элементов, либо если у тебя небольшой монитор. Включил и отключил. Удобно. Если ты работаешь не совсем трезвым и не в состояние попасть в нужный объект, при выделении клавиша пробел все исправит. Выделяем нужные объекты. Поняли, что промахнулись. Либо нужно перетащить область зажмите пробел. Перетаскиваем на нужную область. К примеру, вот сюда. И готово. Как только ты понял, что все сделал верно, отпусти клавишу пробел. Если нужен тебе объект находится внутри группы или фрейма, его нельзя просто так выбрать. Потому что выберется у нас вся группа. Чтобы выбрать именно тот объект, который вам нужен, зажмите клавишу Ctrl, либо Command на маке. Зажимаем. Теперь все элементы внутри у нас становятся активными. Можно выбрать даже самый маленький листик. И перетащить куда нужно. А если ты все-таки нашел засранца на панели слоев, но понятия не имеешь, где он находится на макете. Зажмите клавишу Ctrl и щелкните дважды на миниатюру. Раз-два. Фигма автоматически покажет нам его, где бы он ни находился. Очень часто пользуюсь этой функцией. К примеру, я хочу найти вот этот вот листик. Зажимаю Ctrl. Раз-два. Готово. Стили слоя удобнее сортировать по категориям. Для этого при создании нового стиля пропиши название группы, затем слэш и имя стиля. Например, я создам новый стиль. Пусть будет красного цвета. Нажимаем на стили. Создать. И теперь прописываем сначала имя группы. К примеру, UI, слэш и название стиля. Создать стиль. Он автоматически потянется мне в нужную группу. Чаще всего для стилей цвета я создаю две группы. Одна для цветов UI элементов, а вторая для типографики. В стилях типографики можно проделывать то же самое. Конкретно в этом проекте данных стилей немного, поэтому смысла группировки я не вижу. Чтобы изменить группу элемента, просто перетащите его в панели. Вот так вот. Оп. Готово. Возможно, вы не знали, но Figma следит за тобой и ведет историю всех изменений макета. Они находятся вот в этой панели. Нажми на название. Показать версии макета. И по времени все расписано, где какие правки ты вносил. Для принудительного создания версии макета и описания к ней, нажмите Ctrl-Alt-S. Либо на маке Option-Command-S. После этого вы можете посмотреть историю всех версий со своей заметкой. В бесплатной версии Figma эта история хранится 30 дней, после этого обновляется. Я историю версии пользуюсь не так часто, мне удобнее копировать промежуточные варианты с помощью копирования фреймов. И вносить какие-то корректировки уже вот здесь, на второй версии макета. Но иногда бывает, что я накосячу и мне приходится возвращаться к версии макета. И удобнее, чтобы она запоминала твои действия. А вообще цель всех подобных фишек это, конечно же, уменьшить лишнее нажатие и увеличить продуктивность твоей работы. В этом тебе также поможет удобная клавиатура и мышь. К примеру, мышь MX Master от Logitech разработана специально для программистов и дизайнеров. Ну так как я дизайнер, расскажу несколько преимуществ, которые я отметил для себя. Пользуюсь мышью около трех недель. К клавиатуре от тех же Logitech около двух лет жива-здорова, но сейчас про мышь. Во-первых, благодаря лазерному сенсору, мышь отлично работает на любой поверхности, в том числе на стекле. Во-вторых, форма корпуса идеальна под очертание ладони. Работа с ней очень удобна и рука в конце дня не затекает. Это избавит вас от профессиональных болезней, связанных с кистью руки. Также Logitech удалось реализовать функцию Flow. Такую штуку я еще не видел. Flow позволяет подключать мышь сразу к трем устройствам, неважно на Windows или на macOS. К примеру, если у вас есть ноутбук и стационарный компьютер, вы сможете легко перемещаться между ними, словно внутри одного устройства. Есть даже возможность копировать файл или текст на одном устройстве и легко вставить его на другое. В общем, для тех, кто работает отременно за двумя устройствами, это самый удобный вариант. И самое крутое для меня, это, конечно же, кнопки. Их много, а точнее 7 штук и 2 колесика. Каждую кнопку можно настраивать под себя, причем в разных программах, под свою задачу. К примеру, в Figma есть замечательная комбинация клавиш Ctrl-Alt-C. Она копирует свойства одного объекта на другой. Ctrl-Alt-C, Ctrl-Alt-V. А Ctrl-Alt-V, соответственно, вставляет эти свойства. Можно копировать свойства фигур, к примеру, прямоугольника, либо даже текст. Ctrl-Alt-C, Ctrl-Alt-V. И вместо того, чтобы делать пальцы своей буквы Z и нажимать Ctrl-Alt-C, а делать это не очень удобно, а комбинацию пользуюсь часто, я назначил ей отдельные кнопки на мышке. К примеру, при нажатии на колесико мыши, она нажимается Ctrl-Alt-C. А при нажатии на кнопку рядом с колесиком, нажимается Ctrl-Alt-V. В общем, мышь для работы очень крутая и точно поможет ускорить ваши процессы. И сейчас есть отличная возможность выиграть одну из 30 MX Master 3 и другие призы. С 1 по 3 марта Logitech совместно с Geekbrains будет проводить бесплатный онлайн-курс по веб-разработке. Прослушав курс вебинаров, вы сможете принять участие в конкурсе. Что вы еще получите? Первое. Опыт веб-разработки, научитесь создавать веб-страницы с нуля и работать фигми. Второе. Получите интересный опыт и проект в портфолио. Третье. Возможность выиграть крутые подарки от Geekbrains и Logitech. В описании к видео ссылка на страницу конкурса. Подавай заявку и участвуй бесплатно. А мы продолжаем работать над фишками в программе Figma. Выбрав объект и нажав один раз на стрелку, вы звените его на 1 пиксель. Если зажмете клавишу Shift, он звенится на 10 пикселей. Эти значения всегда можно поменять в менюшке. К примеру, многие пользуются системой отступов 8 пикселей. И они хотят, чтобы отступ был не 10 пикселей, а 8. Значения меняются при нажатии на Booker. Вводите название. Выбираете. С правой стороны будет большое значение. При нажатии на Shift у меня стоит на 8. А с левой стороны значение при нажатии на стрелку на клавиатуре. По умолчанию у меня стоит на 1. Еще один способ вставки изображений в форму. Выберите его на компьютере и перетащите на панель заливки в свойствах фигуры. Берем фигуру, тащим вот сюда. После этого фигма автоматически вставит его в нужную нам форму. Второй способ это выбрать картинку на компьютере или браузере. Нажать Ctrl-C. Ctrl-C. Перейти в фигму и нажать Ctrl-V. Выбрал не ту форму. Ctrl-V. Все. Отлично. Еще одна классная фишка связана с пипеткой. Если ты хочешь предварительно глянуть, как будет выглядеть цвет объекта, выберите инструмент, пипетка, нажмите на I, горячая клавиша, зажимаете левую клавишу мыши и не отпуская ведете ее в сторону нужного вам цвета. И как видите, объект сразу у нас меняется. И вам не нужно каждый раз отменять, выбирать цвет здесь. Один раз I, выберли цвет, отпустили пипетку. Пусть останется красным. И последняя фишка также касается цвета. В палитре цветов удобнее прокручивать выбор оттенка с помощью колесика мыши. Как видите, этот ползунок у нас начинает крутиться в сторону. Это гораздо удобнее, при этом у нас вот эта точка остается неизменной. А чтобы прокрутить непрозрачность, второй ползунок, зажмите клавишу Alt, либо Option на маке и также начинайте вращать колесико. И вы видите, у нас изменяется непрозрачность. Фишка также очень крута, я ее частенько использую. Особенно удобно подбирать два разных оттенка цвета, чтобы не менять его тональность. Тональность? Тон? Оттенок? Во-во-во. А на сегодня, друзья, все. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте палец вверх и ставьте колокольчик, чтобы не упускать свежие видео. Также жду вас в телеграм-канале, ссылки будут в описании. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok